В общем, все, больше мы никого не ждем. Кто хотел, пришел. Сегодня мы с вами поговорим о тестировании в крупных стартапах. Что такое крупный стартап? Чтобы вы понимали, многие из вас работают в каких-то организациях небольших, в которых есть какой-то собственный продукт, и вы его развиваете. Крупный стартап, чтобы вы понимали, это когда стартует работу большая, огромная организация, в которой только IT-отдел составляет 350 человек. Соответственно, есть более 13-15 подразделений заказчиков, различные подразделения аналитики, разработки и так далее. И сегодня я как раз так скажу о том, как в такой большой махине начинать процесс тестирования, с какими трудностями мы столкнулись и как мы их преодолели. Хочу просто задать вопрос. Кто из вас работает 8 часов в день? Кто из вас работает 12 часов в день как тестировщик? Есть те, кто работают, не знаю, 14-15? В общем, у меня на этом проекте был парень, который отработал 32 часа без сна для того, чтобы внедрить фичу. Я больше таких людей никогда не видел, но этот человек фактически спас организацию в свое время. Итак, немножко расскажу о себе. Меня зовут Мешков Александр, я руководитель центра тестирования. Если раньше я очень часто рассказывал про консалтинги, оптимизацию процесса и так далее, то в этот раз я хочу поделиться с вами своим опытом именно в менеджменте, в управлении тестированием. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие есть особенности при таких стартах крупных, как тестировать, когда у вас ничего нету, когда никто ничего не понимает, собственно, какие результаты мы получили, ну и самое важное немножко расскажу о том, как сформировать классную команду и как ей управлять. С чего у нас все начиналось? Все начиналось с того, что я пришел в эту организацию, там было классическое приемочное тестирование заказчиком, то есть особо тестированием никто не занимался, да и в принципе тестирования никому особо нужно сначала не было. Но через, скажем так, пару-тройку релизов, после серьезных факапов, после больших убытков компания приняла решение, что тестирование все-таки нам нужно и нужно его стартовать. Собственно, с этого и началась моя история о том, как я работал. Собственно, начался тот хаос, который мы, в принципе, очень долгое время работали, то есть ситуация выглядела примерно вот так вот всегда, то есть как бы мы не успевали писать регресс, потому что нам срочно нужно было уже внедрять хот-фиксы, которые прилетали просто каждый день, мы ничего не успевали делать, просто успевали тестировать и нам говорили, как бы мы не можем ничего поменять, извините, вы как бы работаете отлично, но что-то внедрять у нас времени нет, выделять мы вам не готовы, поэтому просто работайте. И, собственно, в чем особенность это крупных стартапов, в том, что идеи никем не движут, то есть как бы ваши все идеи о том, внедрить agile, какие-то процессы, документирование, вообще никому не интересно, потому что всем важен только результат, всем важно, чтобы вы просто тестировали. Автоматизация вообще невозможна, потому что когда ваша система меняется настолько часто, она еще новая, то есть как бы она только разработана, она нестабильная, то есть что-то там автоматизировать практически невозможно. Ну, нету, опять же, планирования, все задачи летят в вас просто хаотически, со всех сторон, вот со всех этих там 20 подразделений, они все влетают в вас, и все срочно, и все критично, и все нужно протестировать. Ну, опять же, да, как я сказал, бизнес-пределение – это вся власть, то есть как бы им подчиняются все, если им надо, то как бы нужно делать, если как бы им начинаете говорить нет, они говорят, а вот там есть высший руководитель, ему тоже надо, и поэтому все равно продолжаете тестировать. Ну, и опять же, да, тестирование – это самое узкое место, потому что, как вы все знаете, если тестирование не успевает, виноваты тестировщики. Разработка не интересует, аналитика тоже, вот тестирование не успело перед внедрением, все, ребята, вы плохо тестироваете, вы не успеваете за нами, потому что, чтобы вы понимали, для крупного стартапа эта конкуренция на рынке, она очень большая, для того, чтобы его внедрять, этот стартап, эту организацию, то есть нужно очень быстро придумывать продукты, то есть у нас там были разработчики, которые фактически за полдня, то есть приходил устро заказчик, он ночью поспал, пришел с утра, ему там ночью приснился какой-то новый продукт, он пришел к разработчику утром, говорит, хочу такой продукт, он уже к нам к обеду выкатывал, и нам уже кричали вечером уже внедряем, потому что иначе было просто невозможно, и мы фактически работали беспрерывно там 24 на 7. Ну и собственно, как все это началось, что мне пришлось пройти, пройти мне пришлось ровно вот это, то есть я пришел, посмотрел, ощутил всю боль всех процессов, которые там были, ну и собственно говоря, что для того, что если вы хотите что-то оптимизировать или понять, вам нужно сначала действительно во все это погрузиться, понять все тонкости, нюансы, потому что даже если хотите внедрить какие-то практики заимствованные, где-то вы до этого, например, работали, не всегда их можно внедрять, так как разная здесь специфика, разные потребности, и где-то это может сработать, где-то нет, поэтому нужно чисто ориентироваться на результат, который очень сильно важен бизнесу, а важны бизнесные качества и сроки тестирования. Поэтому, когда у вас ничего нету, с чего желательно, ну и вообще с чего нужно начать? Во-первых, нужно разобраться, куда вы направляетесь и какая цель вообще всей вашей работы, то есть чтобы не хаотически тестировать, а тестируйте как-то постепенно. Второе, это подобрать команду, ну собственно выстроить коммуникации, потому что я говорю процесс, там подразделений очень много, то есть вот чтобы вы понимали, у нас была там встреча по релизу, куда приходило 30-40 человек, и все из этих там человек 30 были только заказчики, и то еще не все доходили, потому что некоторым просто лень было ходить, у них просто не было там права голоса, они не успевали во время часа свою там задачу что-то о ней рассказать. Собственно, наблюдить инструменты и тестовые среды. Ну и дальше я больше, наверное, уделю внимание на процессы и на работу с командой. То есть для того, чтобы вообще начать работать так, нужно определить цель. И есть два понятия, это надо и будем. Вот если вы правильно разделите понятие, что вам надо тестировать и что вы будете тестировать, то вы фактически сможете немножко свое, скажем так, усилие направить в правильное русло и не брать в работу все вообще задачи, которые только возможны и которые у вас влетают. Потому что объем обычно огромный, и команда просто физически не может вытянуть такие большие объемы, плюс когда нет планирования, то есть там вот человеку прилетает, там сейчас прилетела задача, он только и начал работать, ему уже следующую накидывают там сверху, и в итоге как бы человек просто уходит домой уже без сил, без каких-либо желаний, ну это в общем ужасно. Второе, что очень важно, да, это сам процесс тестирования. То есть основные проблемы, то есть это то, что всегда в таких стартапах он очень быстро развивается, потому что очень большой поток задач, и вообще организации нужно очень быстро выйти на рынок и занять там какое-то свое место. Поэтому для тестирования очень важно вот не быть узким местом и обрабатывать весь поток входящих задач, который только возможен. Как я уже говорил, там с автоматизацией проблемы, вот разные опять же подходы, то есть потому что там есть, к примеру, одна система она там по своим процессам живет, вторая система по своим, и как бы всем этим рулит PM этих, и вам нужно под каждый процесс построиться, где-то agile, где-то классический подход, где-то agile waterfall, ну знаете, такая бывает вещь, да, что мы говорим вроде agile, на самом деле делаем, как все обычно, вот, параллельность задач, естественно, да, и как я сказал, да, приоритет он всегда максимальный. Ну и собственно, да, когда тестирование сталкивается с какими-то проблемами, как бы, вот такая обычная ситуация, то есть вот внизу тестировщики, они выгребают всю воду, остальные просто смотрятся и думают, как бы, проблема не наша, там тестирование не успевает, как бы у нас, вот мы разработка, мы вот все делаем нормально, как бы, к нам претензий нет, а вот тестировщики, вы там сами работаете, как хотите, и какие же есть, собственно, выходы из ситуации с точки зрения процессов. Первое, что очень важно, вы разделите все задачи на категории, они всегда делятся, то есть есть всегда определенные типовые задачи, которые вы все время делаете одно и то же, то есть если вы эти задачи вот правильно разделите, правильно регламентируете работу вот каким-то определенным типовым задачам, вам будет намного проще, вы можете взять любого сотрудника свободного, да, на данный момент, не обязательно, что он должен будет знать какую-то систему или что-то, он просто возьмет, пройдется по какому-нибудь там списочку, вот, и проверит. Также, как бы, команда должна распределяться по различным направлениям, то есть у нас были направления хот-фиксы, продукты, релизы, релизы разных систем, и, как бы, команды все были поделены очень точечно, но при этом, как бы, всегда старался их взаимозаменять. Вот, что очень важно, это план загрузки сотрудников, в чем угодно можно сделать, главное, чтобы он был, чтобы, когда к вам прилетает новая задача, вы открывали этот план, и вы видели, насколько ваш сотрудник загружен, и куда ему можно ставить эту задачу. То есть, когда вы видите такой план, вы можете напрямую показать бизнесу и сказать, что, извини, у нас все, у нас максимум предел возможностей, мы больше, как бы, не можем брать на себя работы. То есть, вот, наш план, к примеру, составлял примерно, а на одного сотрудника была загрузка на два месяца вперед задачами. То есть, мы вот настолько долго просто впихивали, если что-то нужно было там бизнесу срочно тестировать, мы просто говорили, как бы, приоритеты поставь другие, и, как бы, тогда уже будем разговаривать. Вот. Процесс управления тестовыми средами, но это, опять же, зависит по-разному. То есть, у нас там действительно мы управляли тестовыми средами, и нам их действительно не хватало. У нас было фронтовых там несколько, четыре стенда, еще восемь стендов бэк-офисных различных систем. Вот. И мы все ими управляли, сами управляли поставками, версиями, то есть, сами контролировали, что вдруг, зачем ставить и так далее. И, как бы, говорили потом дальше вендрентцам, какой последовательности они должны делать установку. Это очень важно, потому что, как бы, иначе могут быть инсталляционные баги. Выделите тестового аналитика. Найдите человека, который будет принимать весь поток задач по оценке. Потому что, если вы будете на каждого вешать оценку, это будет очень сложно. Когда у вас будет один человек, на которого вы можете повесить там всю оценку, там, планирование и так далее, это намного удобнее, потому что человек полностью погружен, и он знает о том, как дальше ему быть. Ну, собственно, стандартизация подхода к оценке задач. То есть, стандарты. Ну, попробуйте сделать так, чтобы вы максимально быстро оценивали. Придумайте какие-то математические алгоритмы, что-то такое, чтобы просто убивали количество кейсов, к примеру, и он сразу вам считал оценку. Это удобно, пусть даже немножко с погрешностями, но, тем не менее, это работает. Ну, собственно, оптимизация объемов тестирования, управления рисками. Ну, это стандартные процессы, которые, в принципе, должны быть в любой организации. И еще немножко хотел рассказать о работе с командой. Команда – это очень важно, и вы должны подбирать ту команду, которая будет с вами работать, и которая сможет пройти все эти трудности, которые есть. И основными, скажем так, не то, что критериями, а как правильно сформировать ту команду, которая будет с вами работать до конца. Вот основные, наверное, семь критериев. Самое важное – это автономия. Дайте вашему сотруднику просто работать. Не мешайте ему, дайте ему возможность самостоятельно решить задачу, и тогда он будет чувствовать в себе определенную важность, то, что он делает, что-то действительно важное для себя, для процесса, для организации. Признание. Опять же, если человек сделал какую-то сложную задачу, не знаю, похвалите его, скажите, что ты молодец, ты сделал там какую-то классную вещь, потому что, как я вам рассказал, да, вот наш человек отработал 32 часа без сна, то есть его признали во всем банке. То есть для него он ходил еще два месяца гордый и считал, что он самый лучший тестировщик. Вот. Значимость выполнения работы, то есть всегда должны говорить, почему они делают эту работу, для чего. Не просто находят дефекты, а что действительно есть пользователи, которые от их работы потом получат какое-то, не знаю, там, удовольствие, там, не знаю, получат какие-то выгоды, какие-то интересные там продукты, вещи. Вот. Вовлеченность в процесс, да, то есть, ну, вот, например, я на каждую встречу возил с собой просто тестировщика, просто послушать, чтобы он сидел рядом со мной, он слушал, он знакомился, он понимал, что происходит, и ему это было интересно, он думал, что он, я не просто сижу, тестирую, да, меня еще вот тут как бы к бизнесу возят, там, я понимаю вообще, о чем идет речь, то есть, я не просто какие-то кейсы прохожу, я понимаю весь процесс. Вот. Доверять, опять же, да, нужно доверять, то есть, как бы, если не доверять тестировщику, наверное, тогда он в какой-то момент просто поймет, что вы за ним все время перепроверяете, он начнет работать медленно и так далее. Ну и отношение к ошибкам. Наверное, желательно не ругать никогда. Как бы, если человек ошибился, да, он ошибился, но люди, мы, люди, мы учимся на ошибках, поэтому лучше, как бы, эту ошибку сказать, что да, вот ты нашел ошибку, потом еще рассказать ее, к примеру, всем сказать, что вот, смотрите, он ошибился, но не надо так делать. Никогда больше. У нас, например, у меня была ситуация на другом проекте, когда мы делали тест-кейсы, писали, и парень просто молодой пришел только к тестировщикам, зашел, нажал, короче, на ссылку, и в крупном банке легли все системы. Оказалось, что это был, короче, какой-то скрипт по безопасности, который там делал определенную доз-атаку. В общем, короче, парня уволили, к сожалению, но ошибки мы из этого вынесли. И в итоге получил вот такого классного специалиста, который сможет делать все, звонить, писать, тестировать, общаться, вейп курить, кто-то, да, может, курит на рабочем месте, у нас тоже были ребята. Ну и в заключении, что хочу сказать, и что удалось. Во-первых, удалось убедить бизнес в том, что тестирование нужно. Наверное, в большей степени за счет вот именно нашей работы и за счет, во-первых, плана загрузки. Потому что, когда мы показывали план, где они видели загрузку людей на два месяца, они просто были в шоке, они понимали, насколько мы действительно перегружены и что нужно искать какие-то обходные решения. Во-первых, в своевременном плане тестирования, вот я подчеркнул, необходимых задач. То есть не надо делать все подряд. Поймите, что действительно критично и что нужно именно сейчас для вашей организации. Пусть даже все вам говорят, что все критично, но тестировщик всегда может определить то, что наиболее важно. Вовлеченная команда тестировщиков, да, и добиться права голоса. То есть нас, к примеру, уже потом привлекали ко всему внутри. То есть мы ездили на встречи, мы ездили на разработчик, мы ездили на показы бизнесу систем каких-то. То есть мы старались максимально участвовать вообще в жизни организации. Ну и с чем пришлось как бы жить? Да, были факапы. Все равно они оставались, потому что большой поток, мы все равно где-то косячили, но мы находили компромисс. Примерно, мы сейчас накосячили здесь, а потом заказчику пообещали, что вот здесь мы, короче, вложимся и сделаем намного быстрее. И находили вот такой вот компромисс и, в принципе, этого было достаточно для того, чтобы работать. Но, опять же, да, сверхурочная работа. Вот, она как бы никуда не делась. Объемы тестирования не снижались. Ну и, как я сказал, тестовых стендов нам все равно не хватало, чтобы тестировать все задачи на всех потоках, которые к нам шли. Собственно, спасибо за внимание. У меня все. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое за доклад. Критерии в определении необходимости. Какие применяли вы? Критерии. Во-первых, мы знали бизнес-процессы. Мы понимали, чем живет организация, да, и знали, какой бизнес-процесс важен, какой нет. И, второе, насколько этот бизнес-процесс принесет какую-то финансовую прибыль организации. То есть, если просто какая-то доработка, да. Опять же, там еще были… То есть, были несколько критериев. То есть, вот, если финансовая прибыль достаточно большая для организации, то, естественно, как бы это шло в первом приоритет, потому что это, опять же, позволяло конкурировать и расти дальше. Если это было какое-то требование регулятора какого-то, это тоже, опять же, важно. Все остальное мы старались снижать и переносить чуть дальше. То есть у нас было фактически два приоритета. То есть было супер критично и просто критично. Я понял. То есть это фактически вы сделали первый шаг к применению методологии риск-бейс-тестинг, так называемый, да? То есть тестирование через риски. В том числе, да. Я очень много об этом рассказывал на прошлых докладах. Если хотите, можете посмотреть. Еще вопросы? Здравствуйте. Вы скольче упомянули о статической оценке при помощи инструментов. Сложности таски или что-то такое? А стандартизация оценки задач. Да, да, да. Мы придумали, короче, такую математическую формулу, в которой забивались просто определенные коэффициенты. Если разработчик был тугой, у него коэффициент стоял 2. Если он быстрый, у него коэффициент стоял 1. У нас, короче, вот так просто была система определенных коэффициентов. Мы вводили количество кейсов. Мы посчитали, что примерно 26 кейсов будет. И он нам сразу автоматически считал тестирование, написание, время на всякие согласования и так далее. Да, оценка была, конечно, немного грубоватая. Мы могли делать, не знаю, минут за 10 любую задачу. Ну, то есть аналитик быстро просмотрел, вбил, получил данные, и мы уже отправили дальше. То есть сколько ошибок перед этим было у этого разработчика, да, или что-то такое? Да, то есть опытом, когда накапливаешь, ты примерно понимаешь, какой разработчик, какое подразделение, и как с ним сложно, либо легко общаться. Вот так вот. Круто, спасибо. Добрый день, меня зовут Даниил, из компании CarPrice. Такой вопрос. Мы тоже такой небольшой, большой стартап. И вы вот сказали про очередь задач на 2 месяца. Как у вас относился бизнес к этому? Неужели он был доволен, что 2 месяца они будут ждать какую-то фичу, которую хотят уже сегодня, когда они ее придумали? И боролись ли вы как-то с этим, как-то проводили какой-то новый процесс тестирования какой-то? Быстрое тестирование, Continuous Integration. Что, и вы думали вообще об этом? Нет, ну через год там потихонечку начало все появляться. Но я вот рассказываю, например, вот самое начало-начало, когда все было. Там нет, ну там как бы ничего не было, там просто работали. Но суть в том, что, опять же, ты говоришь задачи критичные. Смотри, задачи критичные. То есть приходит заказчик, говорит, у меня критичная задача. Мы ему приходим, показываем планы, говорим, смотри, а вот там еще вот 50 критичных задач. Выбирай, либо твоя критичная, либо вот эти вот 50. И он как бы уже дальше выбирал, сам там определял место, куда впихнуть эту задачу. То есть как бы вот так это работало. То есть сейчас такой проблем? Сейчас это уже попроще. Сейчас уже наконец-то автоматизация начала появляться, там какие-то процессы более-менее нормальные, адекватные. Здравствуйте. А расскажите вот про тест-аналитика. Выделялся конкретный человек из команды и полностью 100% загрузка, он занимался оценкой задач? Или это был какой-то процент? Фактически на 80% он занимался а, оценкой задач, б, по помощи команде по написанию тестовых сценариев. То есть он каждому сотруднику еще помогал, разъяснял ему какие-то там бизнес-процессы, задачи, чтобы он мог быстро войти в процессы и начать писать кейсы. То есть это были основные задачи. Один человек в команде? Да, один человек в всей команде. А команда насколько большая? 15 человек была. Спасибо. Давайте последний вопрос. Вы уже задавали, вот тут человек есть с вопросом. Ломакин Михаил, Performance Lab. Спасибо за доклад. В начале был слайд. Что надо тестировать и что будем тестировать? Вот что из этого множества в итоге уходило в работу и были ли задачи, которые надо тестировать, но вы их не тестировали? Что вы с ними делали? Честно? Соливали. Нет, на самом деле как бы то, что надо и будем. То есть смотри, у тебя есть большая система, грубо говоря, да? То есть ты можешь тестировать в этой системе там все, да? Али, мы можешь, вот как вот сказал коллега, то есть управление рисками, когда ты оцениваешь не весь объем, а оцениваешь только какие-то вот конкретные процессы, которые нужно протестировать. Вот. И это как бы это означает, что как бы что надо тестировать и что будем. То, что мы будем тестировать, оно обычно меньше всегда, чем то, что надо. Опять же там регресс прогонять, да, зачем прогонять полный регресс постоянно, если у вас изменения касаются какой-то небольшой системы. Лучше вот у нас тест-аналитик в том числе занимался, он анализировал изменения, которые происходили в системе и говорил, в каком объеме нужно проводить регресс и где. То есть по задачам, опять же, так же, то есть мы определили какой-то спектр задач, которые работаем мы и договорились, что, к примеру, все, что мы не успеваем физически, нам очень сильно надо, мы постараемся помочь привлечь кого-то там из аналитики либо других подразделений. То есть мы для себя определили определенный скоп работ, объем системы, критерий там и по нему только шли. Фактически все остановили, мы либо отбрасывали, либо брали в работу, но, скажем так, с невысоким приоритетом. Спасибо большое за доклад, у нас время вопросов закончилось, если у вас не остались, можете ловить в кулуарах. У нас следующий, Максим выступает.